Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, недавно получил дивиденды от компании Polymetal и сегодня предлагаю поговорить об этом. Во-первых, попробуем рассчитать, какая дивидендная доходность получается по Polymetal, потому что дивиденды они выплачивают в долларах. Ну и на первый взгляд это не очевидно. Ну и также попробуем вообще в принципе разобрать перспективы Polymetal, покопаемся в аналитике, в финансах и посмотрим, имеет ли смысл в эту компанию инвестировать сегодня. И перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья! Погнали! Перелетаем в приложение брокера открытия и для того, чтобы посмотреть здесь дивиденды, мы нажимаем в левом верхнем углу отчет по счету, нажимаем вкладочку дивиденды и купоны. И вот, друзья, дивиденды, которые я получил за текущий год 14 865 рублей и 3739 рублей в качестве купонов. И вот, смотрите, в сентябре мне заплатили мои золотодобытчики Polymetal с Polylus. Polymetal заплатил 7 долларов 20 центов. Да, друзья, не удивляйтесь, такое бывает. Некоторые российские эмитенты выплачивают дивиденды в валюте. Ну, у меня вот одна только такая бумага, это именно Polymetal. И падают они на ваш брокерский счет, только на долларовый счет. Ну, и вы также можете аналогично эти дивиденды либо просто накапливать, либо выводить, либо реинвестировать уже на ваше усмотрение. Я выбираю именно третий вариант. Все купоны и дивиденды я реинвестирую для того, чтобы получать сложный процент. Итак, нажимаем на компанию Polymetal и давайте попробуем посчитать, сколько вообще дивидендов она выплачивает. То есть, какая дивдоходность по бумаге. Ну, смотрите, в 2020 году было 3 выплаты. 20 центов заплатили в марте, в мае заплатили 42 цента и вот в сентябре 40 центов. Друзья, считаем чисто, предположительно, очень усредненно, потому что для точного расчета нам, во-первых, необходимо знать стоимость бумаги в момент выплаты. И, во-вторых, нам надо знать точный курс доллара в момент выплаты. В принципе, при желании, наверное, эту информацию можно было бы найти в интернете, но я в такие дебри не полезу. Поэтому считаем все, как говорится, на коленке. Курс доллара возьмем средний. Ну, например, это будет 78 рублей. А стоимость одной акции Polymetal возьмем текущую 1720 рублей. Итак, 20 плюс 42 плюс 40. Получается, что полиметалл на одну бумагу за год заплатил 1 доллар 2 цента. Умножаем теперь это значение на 85, да, как мы договорились. Ой, подождите, 85. На 78, друзья, что-то я маханул. 85 за доллар, это, возможно, у нас в октябре-ноябре будет, пока рано. Так, 79 рублей 56 копеек заплатил полиметалл на одну бумагу и делим это на стоимость одной акции и умножаем на 100. Получается, див-доходность полиметалла, я, правда, не знаю, будут ли еще выплаты в этом году, скорее всего, это все. Если их не будет, то див-доходность составляет 4,63 процента. Ну, не сказать, что прям очень уж большая, но все равно, друзья, неплохо, компания хорошая, компания золото добывающая. В текущих условиях можно ее расценивать как защитную, еще и дивиденды платят. Отлично, друзья, меня, в принципе, такой размер дивидендов вполне устраивает. Ну и давайте, друзья, подумаем, а стоит ли сегодня заходить в эту бумагу. Я, например, в нее заходил в апреле и нисколько об этом не жалею, она мне дает отличную доходность. Но посмотрим, насколько эта инвест-идея актуальна именно сейчас. Итак, в крайний торговый день полиметалл прибавлял более 1,7 процента. Цена доход по компании инвестинг не знает, но сейчас будем в приложении брокера Тинькофф уточнять. Дивиденды. Ну, видите, здесь инвестинг пишет 2,43 процента, но мы с вами насчитали только что, что дивиденды на самом деле даже повыше. Так, теханализ по компании, так, 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 смотрите, краткосрочно активно продавать, активно покупать, не знает теханализ точно, что делать. А вот на месяц теханализ за осторожную покупку, но, тем не менее, не за активную, друзья. Скользящие средние 10 к 2, технические 5 к 0. То есть, все-таки графики указывают на то, что актив расти будет, но не совершенно однозначно. Перелетаем в приложение брокера Тинькофф. Вот график актива за неделю, плюс 2,42 у него за месяц. Тем не менее, смотрите, какая серьезная просадка, минус 13 процентов. Но мы знаем, что сильно подешевело золото, и золото добывающие компании, естественно, несут убытки. В свете этой информации за полгода, тем не менее, плюс 29 процентов. И за год плюс 88. И, друзья, вы знаете, мне кажется, что вот эта просадка, это падение, это, возможно, неплохой триггер для покупки. Обратите внимание на графики. Конечно, актив будет расти дальше, он никуда не денется от роста. И вот сейчас, возможно, неплохой дисконт. Ну, во всяком случае, об этом стоит задуматься. Так, Полиметалл является холдинговой компанией. Ее дочерние предприятия в настоящее время владеют золотыми и серебряными рудниками и осуществляют операции на территории Российской Федерации и Казахстана. Кроме того, компания производит ограниченное количество концентрата меди. Компания Полиметалл входит в состав индексов различных. Основана в 98 году в Питере. В этом же году были приобретены Воронцовское, Хаканджинское и Юрьевское месторождения. Тикер компании Поли. Четыре буквы. Так, показатели. Вот интересно. Стоимость компании 8 миллиардов рублей. ПЕ 1473. Ну, много, друзья. Наверное, много. Но, вы знаете, учитывая просто вот текущую ситуацию, я так думаю, что можно. Можно покупать. Было бы лучше, если было бы меньше, но хорошие вещи стоят дорого, как мы знаем. Мне кажется, не критичная цифра. Рост выручки за 5 лет 5,8. Доходность капитала. Смотрите, какие шикарные показатели. 43%. Доходность активов 16%. Доходность инвестиций 20%. Долг капиталу 123%. Ну, наверное, это много. Но, в целом, тоже, в общем-то, приемлемо. На мой взгляд, див доходность годовая 3,64% за 5 лет 3,49%. И выручка с прибылью растут, друзья. Хорошие цифры мы видим. Ну, вот, 19-й год похуже был. Хуже 18-го. Но, в целом, развивается компания. И вот они дивиденды. Но здесь почему-то нет данных по 20-му году. А в 19-м див доходность около 4,5, наверное, процентов получается. Ну, в 20-м мы только что посчитали. Даже более 4,5. В принципе, в текущий кризисный год очень щедро. Друзья, ну, что сказать? Резюмирую. Мне нравится полиметалл. Мне нравится и полюс тоже. И что-то золото добывающее. Я об этом твержу, твержу. И продолжу это делать. Обязательно надо иметь в портфеле. Ну, хотя бы на крайняк ETF-ки фенексовские на золото. Потому что, друзья, это вам поможет. Если вдруг кризис, если вдруг обвал, эти акции начнут расти в первую очередь. Я в этом убедился на личном собственном опыте. Когда на рынках все плохо и страшно, люди идут куда? Люди идут в доллар и люди идут в золото. Это константа. Все, друзья. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok